Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале 13. Ознакомимся с главной темой сегодняшнего выпуска. Из Азербайджана депортированы иностранные граждане, занимавшиеся незаконной религиозной пропагандой. В центре Парижа прогремел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые. Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лила Абдуллаева сказала, что заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о недопуске российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана Баку расценивает как провокационное и антиазербайджанское. Азербайджан всегда открыт для граждан России. В 2018 году 808 тысяч граждан России посетили нашу страну. С их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу, отмечает Абдуллаева. По словам главы Пресс-службы Министерства иностранных дел, среди посещавших были и граждане России армянского происхождения. В то же время не только граждане России армянского происхождения, но также граждане Армении участвовали в международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и культурных событиях, проводимых в Азербайджане. К сожалению, Мария Захарова не впервые выступает с заявлениями, противоречащими двухсторонних стратегических отношений, говорит Абдуллаева. «Азербайджанно-российские отношения определяются не внешнеполитическими ведомствами, а президентами Азербайджана и России, и обе стороны весьма заинтересованы в развитии этих отношений и прилагают усилия в этом направлении», отметила руководитель Пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана. В результате совместных мероприятий, приведенных Министерством внутренних дел, Госкомитетом по религиозным образованиям и Службой государственной безопасности, в жилом доме, расположенном в поселке Расулзаде, в Пинагодинском районе города Баку, была обнаружена незаконная религиозная деятельность, в которой принимали участие и группа иностранных граждан. В результате совместных мероприятий, проводимых Министерством внутренних дел, Госкомитета по работе с религиозным образованиями и Службой государственной безопасности в жилом доме, расположенном в поселке Расулзаде в Пинагодинском районе города Баку, была обнаружена незаконная религиозная деятельность, в которой принимала участие и группа иностранных граждан. В соответствии с установленными требованиями в отношении иностранных граждан, которые под видом гуманитарной помощи по указанному адресу занимались миссионерской деятельностью, в том числе незаконной религиозной пропагандой, в административном порядке был составлен протокол и направлен в суд. Согласно решению суда, эти иностранные граждане были оштрафованы и депортированы из Азербайджана. Компания BP и ее партнеры инвестировали 28 миллиардов долларов в разработку гигантского газового месторождения в Азербайджане. И это может быть только началом истории. Компания BP и ее партнеры инвестировали 28 миллиардов долларов в разработку гигантского газового месторождения в Азербайджане. И это может быть только началом истории. Об этом сообщил региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс. По его словам, компания в 2020 году намерена прорубить 6 новых разведочных скважин в стране. Если его ожидания оправдаются, то компания может открыть новое газовое месторождение с запасами, примерно равными Шах-Денис, говорится в сообщении. На виду с Бразилией Азербайджан является для нас одним из приоритетных направлений деятельности на ближайшие несколько лет. Для нас эта программа разведки очень важна, так как мы видим большой потенциал в Каспии, сказал Джонс. По его словам, запасы газа на структуре Шах-Ак-Асиман, где BP намерена в этом году прорубить скважины, могут быть равны месторождению Шах-Денис-2. В центре Парижа прикремел взрыв. По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревис. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревис. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей из соседних домов, так как возможны новые взрывы газа. В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревис находится в северной части парижского центра, выше больших бульваров. Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов желтых жилетов граждан, недовольных ростом цен и налогов. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok